Несколько раз в день, уже второй месяц, специалисты лесного питомника под Уссурийском ходят в ясли. Так здесь называют контейнер для стратификации кедровых семян, то есть для искусственной подготовки к посеву. Вместе берется семян, 50% семян, 50% песка, перемешивается. По мере нужного она увлажняется. И вот так вот перемешивается по быстрой системе. Пару недель холода, пару недель тепла. Такую методику на территории питомника стали осваивать только с этого года. Около одной тонны семян уже дали ростки, а в мае их вкопают в землю. В будущем это миллион корейских кедров, которые способны восстановить до 500 гектаров леса. Слева от меня посевное отделение. Там кедры растут до двухлетнего возраста. А это школа. Здесь они находятся потом еще пять лет, после чего деревья выкапывают и высаживают уже в лесу. Общая площадь питомника – 29 тысяч гектаров. Часть территории приходится на географические культуры, где собраны деревья кедра корейского со всего Дальнего Востока. Это более 30 сельхозов. Опыт уникальный. Он помогает определить, какие деревья лучше всего приживаются в Приморье. Согласно многолетним наблюдениям ученых, наибольший потенциал показывают кедры с северных районов Хабаровского края. Растения очень хорошо чувствуют себя в нашем приморском климате. Отличаются высокой интенсивностью прироста по высоте, высокой интенсивностью прироста по диаметру. У них густые, хорошо охвоенные кроны. Сотрудники сельскохозяйственной академии утверждают, с каждым годом все труднее найти здоровые кедрушки для посадок в нужном количестве. Поэтому большое внимание они уделяют именно искусственному лесовосстановлению. Если мы с вами сейчас повернемся, посмотрим вокруг, мы можем насчитать 15-20 гревесно-кустарниковых пород. Такого, поверьте мне, такого нигде нет. И, конечно, сегодня наша основная задача, задача тех специалистов, которых мы сегодня готовим в нашей академии, в Институте лесного и лесопаркового хозяйства, это сохранить уникальность наших дальневосточных лесов. Кедровые леса – это кормовая база для копытных животных, от которых, в свою очередь, зависит популяция мурских тигров и леопардов. Не зря еще в школе учат, что в природе все взаимосвязано. Человеку тоже отведена определенная роль, а какая – каждый решает самостоятельно. Валерий Белоус, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.